Начнем с темы, которую обсуждали уже много месяцев и уже не в первый раз, но сегодня мы можем о ней совершенно, мне кажется, справедливо и логично поговорить, учитывая переговоры Владимира Путина с японским премьером Синдзабе. Главной проблемой в отношениях между странами по-прежнему остается вопрос принадлежности Курильских островов, Южно-Курильских и Туруп, Кунашир, Шикатан и группы из совсем небольших островов под названием Хабамая. Вот они очень много проблем, вопросов, споров вызывают. В Японии, напомню, все острова называют северными территориями, считают вполне себе нормально своими, по сути, то есть незаконно оккупированными Россией, частью одного из округов. Ну а для России это ее законная территория, которую она получила по итогам Второй мировой, хотя мало кто из россиян, мне кажется, вообще там бывал, потому что попасть на острова очень непросто. Актуальность темы, Даша, подтверждает мой личный опыт последних дней. Как минимум четыре раза, буквально с воскресенья по сегодняшний вторник, на тему Курил со мной заговорили самые разные люди. Сначала таксист таджик, он прощел мне целую лекцию о страшном милитаристском прошлом Японии, о том, что японцы, они вообще такие маленькие, но амбициозные. Им сейчас Курил отдай, завтра Калининград потребует и вообще очень воинственный народ. Я ему даже пятерку в оценке такси в Яндексе поставил, настолько так давно никто меня не развлекал. Впрочем, вчера в поликлинике была еще веселее молодая, совсем медсестра, девушка лет 22, кстати, зритель нашего телеканала, что было особенно приятно, брала у меня за интимную подробность кровь из вены. И в этот момент она, собственно, сказала, что она смотрит Артевиа, я обрадовался, сказал, делайте со мной все, что угодно. И тут она в процессе спрашивает, что я думаю по поводу островов. Цитирую, отдавать все четыре, Станислав, как вы думаете, или только два, или вообще не отдавать. Причем настроена она была весьма патриотична, и я не стал отвечать, пока она не закончила брать кровь. Ну, мало ли, боюсь, неправильный ответ мог бы оказаться для меня довольно болезненным в буквальном смысле этого слова. А потом я сказал ей все-таки, что думаю, и что намерен поделиться. Так вот, Станислав, задержали очередь, небось, в клинике. Никакой очереди там не было, но дело не в этом, а дело в том, что я все-таки сказал, что я думаю об этом, в двух словах буквально. И даже сейчас я не уверен, правильно ли я сделал, потому что вдруг она колбу не ту сдаст, например. И у меня, помнишь, как в книге Джерома «Трое в лодке» я у себя родовую горячку обнаружил. А затем, в общем, на самом деле эти истории бесконечны совершенно. Я бы хотел спросить сейчас у Кати, русскоязычные американцы. Также в эти дни озабочены будущим Курил, как их бывшие соотечественники здесь? Если да, то какую позицию они занимают? Ну, коллеги, Стас, Даша, я должна вам сказать, во-первых, Стас меня в некоторый тупик завел этим вопросом, поскольку я сейчас сильно напряглась, думая о том, что же, какая же позиция, собственно, у наших соотечественников здесь, в Соединенных Штатах. Знаете, коллеги, скажу я вам совершенно честно и откровенно, позиции у наших соотечественников русскоязычных в Соединенных Штатах нет. Нет, совершенно неинтересна эта тема. Я не видел ни одной дискуссии в общественном поле, ну, ни одной, по крайней мере, за все шесть лет моего пребывания здесь, относительно судьбы этих самых пресловутых островов. Здесь народ волнуется, во-первых, о внутренних своих проблемах, их множество, и, конечно же, волнуется о том, как Россия ведет себя, например, в Украине, как Россия себя ведет в Грузии, поскольку на русской улице в Соединенных Штатах собралась такая, знаете, такой постсоветский такой мир, да, собрался. И, собственно, их, естественно, всех интересуют отношения России с соседями, с Белоруссией, там, и так далее, например, со странами Балтии. Но что касается Японии, этой темы как-то здесь вообще нет. Слишком далеки они, что ли? Нет, ну, в смысле, далеки, вообще-то... Даш, секундочку, Катя, во-первых, они довольно близки, да? Да, во-первых, они тоже соседи. Во-вторых, наверное, они, ну, то есть, американцы... Нет, я от России не иду, от Москвы, от той территории, где эти люди, собственно, жили. Хорошо, тем не менее, люди, которые считают себя теперь американцами, наверняка считают уже своей тему того же самого Перл-Харбора. И мне казалось, что, ну, по крайней мере, во время моих командировок в Штаты, поездах в Штаты, когда я заговаривал с разными представителями россиян в Америке, будь то просто люди, которые живут там довольно долго, как, например, ты, Катя, или с эмигрантами, которые живут там вообще уже, не знаю, сто лет, ходят на концерты Виктора Шендеровича, это значит, что им уже там, типа, сильно за 70. И эти люди делятся, вот, по моим наблюдениям, на две категории. Как раз на тех, кто совершенно четко за то, чтобы острова отдать, и вообще отдать все, что можно, там, от Чукотки до Калининграда, до, соответственно, до тех, кто, так же, как и в спорах за Трампа или, там, не знаю, за Путина, например, кто весьма консервативен и считает, что Россия ничего никому отдавать ни в коем случае не должна. Вот неужели такого вообще не прослеживается, Катя? Нет, Стас, здесь нет категории за Путина, вот очень мало, простите, это абсолютно чистая правда. Я за годы пребывания в Соединенных Штатах, особенно благодаря наличию американского сквозного эфира и общению с нашей, собственно, аудиторией, да, ядром нашей аудитории, благодаря общению и в офлайне с людьми, которые нас смотрят, и людьми, которые, в общем, высказываются в нашем эфире, таковых множество, поняла, что здесь комьюнити делится на тех, кто за Трампа и против Трампа, тех, кто за консерваторов и тех, кто за демократов, тех, кто за либеральные реформы, тех, кто за нелиберальные, в общем, преобразования или, может быть, даже откат в какое-то прошлое. Но нет людей, которые бы, например, очень активно или просто активно поддерживали Владимира Путина. Здесь их очень мало, на самом деле. Люди потому, многие из них, потому и бежали, собственно, из того мира, постсоветского пространства, чтобы как бы быть подальше от Владимира Путина, от российской власти и от той системы. Именно поэтому абсолютное большинство коллеги наших соотечественников русскоязычных поддерживают Дональда Трампа, поскольку и вообще республиканская партия для них олицетворяет собою борьбу против всего, связанного с социализмом, всего, связанного с той их жизнью. И ровно поэтому в этом нет, на самом деле, противоречия. Люди не любят Путина, любят Дональда Трампа, большинство наших соотечественников, и, собственно, спорят с меньшинством. Именно поэтому я не вижу в повестке абсолютного большинства тех, кто здесь живет и говорит о русском. Хорошо, Даша, южных курил в американских повестках нет. Я пытаюсь понять, почему. Мне кажется, может быть, еще потому, что украинская проблема, украинский вопрос, не только он соседский, как ты уже сказала, он еще очень острый, он еще очень проблемный. А с курилами как-то, ну, вроде тема не закрытая, вроде болезненная тоже история с курилами, но как-то не конфликтно, как-то все там спокойно, поэтому вроде как и обсуждать особо нечего. Ну и потом Крым, как вы знаете, и Донбасс все время фигурировали в американских средствах массовой информации. Проблема Крыма и проблема Донбасса, особенно проблема Крыма, это же все связано с санкцией, это в итоге связано с Трампом, это связано с американской политикой, это все время находится в повестке. Ну вот, поэтому, наверное, это обсуждается, а курилы нет. Курилы, если, конечно, будут вызывать какие-то споры, наверняка тоже дойдут до вашей повестки. Ну, я вернусь к нам сюда, выяснили мы, что, в общем-то, россияне там у вас, Катя, почти никак к этому не относятся, а я вот скажу, как к этому относится гость нашей студии сегодняшний, Александр Минкин, приходил сюда, говорили на разные темы, в том числе про Японию, курилы говорили, вот он с явным непониманием относится к разным протестам, которые вызывают сейчас очередные переговоры, был митинг, были выступления, пикеты, прочее, прочее. Вот Александру Минкину не очень понятно, почему так сильно нужны этим протестующим курилы, тем, кто протестует у себя в соцсетях. Почему именно эти проблемы их беспокоят, когда есть более насущные, например, тоже отставания России от Японии по очень многим фронтам, вот пример он приводил очень хороший, достаньте телефон из кармана и посмотрите, кто его сделал. Вряд ли это будет Россия, в лучшем случае Япония, может быть Китай. Те самые регионы, те самые наши восточные соседи. И вот еще больше даже Минкина удивляют претензии некоторых людей на русскость курил. Вот, мол, наш русский край не отдадим. Ну, извините, до 1945 года японскими курилы были, из названия этих островов понятно, что ничего там русского нет, а подкуда-то эти претензии берутся. Знаете, для меня нынешняя волна дискуссий о курилах, а вот я не сочтите за эйджизм таких дискуссий, застал больше, чем вы, коллеги, достаточно. Так вот, для меня все это не более чем удобный информповод поднять тему значения национальной гордости. Я не собираюсь сейчас осуждать или хвалить тех, кто стоит на позиции не пяди родной земли и считает курилы родными. Скорее, хочу спровоцировать вас и наших зрителей на собственные размышления о природе такого чувства, как гордость от принадлежности к той или иной нации или государству со всеми его историческими владениями. Неважно при этом, кто вы, либерал, государственник, наш для вас Крым или не наш. Если такие слова и понятия, как флаг, герб, гимн и границы страны для вас священны, то приготовьте слушать то, что вам совершенно точно не понравится. Значит, что там? Флаг, герб, гимн, границы. Ну, в общем, понятно, все основное. Но так извините, это же не только для России конкретно священные какие-то понятия. Это, в общем-то, для жителей всех стран земли, наверное, священные некие понятия. И из-за этих, собственно, понятий большинство конфликтов и происходит. Большинство войн каких-то, локальных сложностей. Между прочим, Руд, ровно эти понятия были священными для Грузии в 2008 году и для Украины в 2014. И остаются таковыми. Это просто отступление. Я помню, буквально неделю назад Стас в нашем очередном нестойке цитировал песню какой-то древней группы с адски веселым названием, кажется, Крематорий. Опять этот Эйджизм. Я сейчас шучу. Стас тогда говорил, что мы не знаем таких групп, что мы слишком юны для того, чтобы помнить. Не так. Не было такого. Мы даже помним группу Крематорий. Там есть строчки, которые Стас цитировал. Мы вырвем столбы, мы отменим границы. Маленькая девочка со взглядом волчицы. Все это мы помним. Стас, снова в тему, не так ли? Абсолютно. У тебя какая-то блестящая память. Единственное, что я не утверждал, что вы не знаете эту группу. Спасибо, что процитировал сейчас ты эту пророческую строчку. Но шутки шутками моя мысль столь же серьезна, сколько проста. Чем быстрее люди перестанут испытывать сильные переживания по поводу своего гражданства, истории и культуры, гордость, стыд не принципиально. Тем скорее они перестанут быть инструментом в руках политиков. И тем меньше проблем будут создавать для себя и для других. И, конечно, прямо сейчас моя шея, я уже чувствую, она просто сгибается все ниже и ниже. Я ощущаю, как на нее вешаются ярлыки типа безродный космополит, человек без Родины, Отечество это святое, как же ты об этом не помнишь. По тому поясню кое-что на личном примере. Вот я родился в Советском Союзе. И лет до 19-ти моей Родиной являлась вся огромная страна, включая те ее республики, которые сейчас стали членами НАТО. Ну и в частности Грузия, о которой говорила, например, Катя. То есть в мировоззрении сегодняшних патриотов во власти... Ну или, окей, я имею в виду сейчас Прибалтийские республики. Грузия была одной из первых, кто захотел отделиться. И в любом случае это те страны, которые сейчас считаются чуть ли не нашими вероятными противниками. Священные символы, советский флаг, герб, гимн за проявление неуважения, которым можно было раз навсегда испортить себе жизнь, перестали существовать в одночасье. И моя новая старая Родина разрешила делать с ними все, что угодно. Если вы еще не поняли о чем я, вот другой пример. Я люблю русский язык, мне нравится его мелодика, богатство. Я с радостью учил ему и учу друзей иностранцев. Но мне никогда не придет в голову испытывать гордость от того, что я на нем разговариваю, равно как от того, что Россия Родина Толстого, Чехова, Суворова или Бабы-Яги. Потому что не я придумал русский язык, не я повлиял на формирование Толстоевского, не я подсказал Солковскому идее освоения космоса. И не точно так же получается, что уж точно не я, вот если предупреждаю твой следующий вопрос, какое отношение все это имеет. А я бы хотела другое спросить. Я хотела спросить, почему ты нас отводишь как раз от основной темы. Я не отвожу от темы Южных Курилл. Наоборот, это имеет самое прямое отношение к теме Южных Курилл. Потому что, когда стране нечем гордиться в своем настоящем, она ищет повода для гордости в прошлом. Когда человеку не хватает личных достижений, чтобы почувствовать собственную значительность, он взращивает чувство этой самой собственной значительности на ощущение причастности к некой глобальной проблеме. В данном случае Куриллу наши не отдам ни пяди, Ельцин предатель. Путин молодец, но если отдаст, то же будет предатель. Как же решать вопрос, Стас? Очень много слов. Слушай, ты спрашивал меня, подождите секундочку. Во-первых, мы изначально задали тему, почему так много россиян вдруг имеют позицию по отношению к проблеме Курилл. Пожалуйста, вот вам и ответ. Кстати, вспоминая то, с чего начал, та самая медсестра-патриотка, которую я вспоминал, не смогла назвать ни один из островов, о которых идет речь. Да это нормально, кстати. Я думаю, она не одна такая. Даша сейчас, да. То есть за Курильским патриотизмом в данном случае стоит ровно то же, абсолютно, на мой взгляд, ущербное чувство, собственно, неполноценности, что и за любыми другими формами так называемого патриотизма. Ну а отвечая, Катя, на твой вопрос, что делать? Ну, собственно, не знаю, я в этом смысле являюсь сторонником позиции, которую не раз озвучивал Евгений Максимович Примаков, который был премьером России и министром иностранных дел, как вы помните, и которого не упрекнешь в отсутствии патриотизма, человек, который развернул тогда над Атлантикой самолет в качестве протеста против позиции стран НАТО в отношении России в конфликте с Югославией. Так вот, он тогда утверждал, что Россия, точнее Советский Союз, допустил огромную ошибку, когда не подписал договор, Сан-Франциский договор 1951 года, в котором Япония тогда признала потерю суверенитета над островами. 49 стран тогда подписали договор, а Советский Союз не подписал, просто потому что там в договоре не указывалось его право на эти территории. Так вот, мне кажется, что сейчас выходом из ситуации является либо, ну, такая, мне не нравится ужасное это слово, но дележка в результате торга, то есть два на два, то есть две территории остаются у Японии, две у России, либо другой вариант это превращение этих территорий в свободные экономические зоны. Это тоже та тема, которую достаточно давно предлагали. Другое дело, что это абсолютно невыгодно политикам ни в Японии, ни в России, особенно тем, кто эксплуатирует тему патриотизма в своих внутриполитических интересах. Ну, естественно, слушай, каждый в своих интересах тему эксплуатирует. Вот ты про патриотизм говорил, про то, что кто-то как-то эксплуатирует что-то, как будто это что-то плохое. Ну, извините, патриотизм есть не только у России. И вот эта попытка эксплуатировать поводы, возможности есть не только у России, есть у других стран такие проявления. Ну, извините, конфликтов территориальных было очень много и остается очень много, нерешенных в том числе. Ну, такова логика международных дел, международной политики. Своего не отдавать по возможности. А если есть возможность что-то прихватить, причем безболезненно, и расширить за счет чужой территории своей, почему бы не расширить? Мы с тобой оба в МГИМО учились, насколько я помню. Вот это же, ну, да? Учили же этому. Я абсолютно готов присоединиться, в данном случае, к пиару Московского государственного института международных отношений. Все здорово, так и есть. И ты права, так было, вероятно, еще довольно долго будет. Кто может прихватить, тот силен, тот молодец. Я сейчас не границы отменить призываю, я сейчас говорю о разрушительной, по моему глубочайшему убеждению, природе так называемого патриотизма и собственничества во всех его проявлениях, от глобально-международного до личного. Те же примеры, которые ты привела, вспомнил, там, Фольклэнды, Мальвины, которые могла бы еще привести, или Югославия, так иначе примеры массовых убийств, коими всегда являются войны из-за территории. Нездоровая привязанность к собственности, склонность делить мир по принципу «моё, твоё, своё, чужой» никогда никого и ни к чему хорошему не приводили и не приведут. Россияне, разумеется, здесь не исключение.